Всем привет, с вами Юля и в эфире очередной новостной дайджест от Папироска РФ. В сегодняшнем выпуске, как всегда, мы обсудим интересные новинки из мира вейпинга. Также узнаем, что нового пришло к нам в магазин. Ну а в конце вас ждет приятный бонус. Мы разыграем аж четыре устройства от компании OBS. Из последних анонсированных новинок в мире вейпинга очень сложно выделить что-то конкретное. Все какое-то однотипное. Но все же одно устройство я выделю. Уж очень оно запало мне в сердечко. Пару дней назад состоялся официальный день релиза Berserker MTL Starter Kit. Berserker – это долгожданное пополнение линейки. Причем всеми любимые, обожаемые, ведь именно с Berserker'ов начался такой бум на MTL-устройство. Berserker MTL Starter – это новое творение Алехандро Фром Вейперс МД и Вэнди Вейп. Он обладает тугой затяжкой, маленькой испарительной камерой и горизонтальными койлами. Только вдумайтесь, тут все рассчитано не только на затяжку, но и на вкус. Я уверена, что это будет просто огонь. Особенно после их последней дрипки Berserker Mini. Потому что эта дрипка мне понравилась. Да и не только мне, а всем, кто здесь работает. Так что запасаемся солевыми жидкостями и ждем это устройство у нас. Во-первых, к нам наконец-то приехал L-Thunder 2700 от Vivo La Cloud. Если вы помните, их первый механический мод появился в начале 2017 года. И тогда покорил сердца многих. Эта версия работает от аккумуляторов формата 2700, но выросла всего на несколько миллиметров. Также есть небольшие конструктивные изменения. И они увеличили площадь контакта на целых 10,5%. Вторая новинка, которая до нас только добралась, это iJoy Avenger Mod. Мод, который откликается на голосовые команды. Представляете? Но голосовые команды это не единственное его достоинство. Он удобный, мощный и работает от аккумулятора формата 2700. В общем, идеальный мод для Собома. Приехал бокс-мод Colossal от одной из моих любимых компаний Asmodus. Новинка получила компактные размеры и крутую плату. Как у Миникина. Также осталось сенсорное управление. В общем, Asmodus везде успевают. И в мощные девайсы, и в стелс, и в склонки. Но об этом уже не в этом выпуске. Также появился в продаже Espeon Infinity 21700. Мощный бокс-мод для любителей подсветки. Маша о нем уже рассказывала. Ссылочка вот тут. Приехал бокс-мод Alpha 210 Watt от компании Arctic Dolphin. И для меня это самый странный бокс-мод за последнее время. Он обладает приличным весом и острыми углами. Еще он оснащен платой от Arctic Dolphin. Они всегда радовали нас качеством своих плат. И еще на одной из его граней находятся очень прикольные пупырки. Но все равно, как по мне, мод чисто мужской. Приехал ELEF iJUST 3. Но на этот раз в формате чисто батарейного блока. Далее Vismic RX Gen3 Dual. Продолжение одной из самых популярных линеек бокс-модов. Gen3 Dual рассчитан на два аккумулятора формата 18650. Так что он также остается весьма компактным. Про Gen3 я уже рассказывала. Так вот, плата тут совсем не изменилась. Aegis Legend 200 Watt. Бокс-мод от компании Geekvape. Это увеличенная версия бокс-мода Aegis 100 Watt. Так что теперь она на два аккумулятора. Бокс-мод остался ударопрочным и износостойким. И по-настоящему суровым. Еще к нам приехали дот-моды. В них сочетается шикарный дизайн и насыщенные цвета. А также крутейшая плата. Ну а на следующей неделе ждем остальную продукцию от DotMod. Ну а теперь переходим от железа к жидкостям. Приехала новая линейка Dr. Big от Big Bottle. Я более чем уверена, что о Big Bottle вы точно слышали. Ну а в новой линейке всего два вкуса. Зато по-настоящему летних и сочных. Цена за объем 120 мл крепостью 0,3 мг 1090 рублей. Наконец-то появилась крутая линейка жидкости с солевым никотином Sweet Salt. Это совместное творение миксологов из Red Coil и One Hit Wonder. Специально для закрытых систем. Крепость жидкости 25 мг. Я их уже попробовала и сразу скажу, что это очень-очень круто. Так что надеюсь, что нам их все-таки пришлют на обзор. К обзору все-таки быть. Цена за 30 мл крепости 25 мг всего 590 рублей. Появился Cotton Candy. Это отличный хлопок всего за 99 рублей. Кстати, на днях я сняла сравнение различных типов ватт. Так что где-то через неделю ждите результат. Сегодня никакой темы выпуска я не подготовила. Но, как я понимаю, вам нравится, когда мы разыгрываем не только жидкости, но и различные железячки. Поэтому сегодня мы разыграем новинки от компании OBS. Кстати, если вам действительно нравится розыгрыш железа, то поспешите поддержать это видео лайком. Чем больше лайков мы увидим, тем сильнее это нас мотивирует провести скорее следующий розыгрыш. Ну а сегодня, как я и сказала, у нас на розыгрыше железо от компании OBS. И это дрипочка Cruiser DA, затем Bug Engine, Cruiser DA Tank и стартовый набор Bad Kit. Призы мы, как обычно, поделим пополам. Половину мы разыграем на YouTube, половину в ВКонтакте. Для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше на YouTube, необходимо поставить лайк, поставить колокольчик, проверить, что у вас открыты подписки, чтобы мы смогли все проверить. И в комментариях оставить соцсеть, через которую мы могли бы с вами связаться. В ВКонтакте все еще проще. Вы подписываетесь на наше сообщество, делаете репост с записью, и вы автоматически становитесь участником розыгрыша. Ну а результаты розыгрыша мы проведем через три недели. Так что за результатами заходите в нашу группу. Ну а если вы что-то не поняли из условий розыгрыша, то в описании есть все-все-все инструкции. Ну что ж, желаю всем удачи, а также не забывайте оставлять свои отзывы в комментариях. Ну а особенно поддерживать видео лайками. Ну а с вами была Юля, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok